Всех рад приветствовать, друзья! Сегодня у нас видео будет о том, годится ли старый VGA-монитор для ретро-консолей. То бишь, старый VGA-монитор, в отличие от Sony PVM дорогущего, стоит сущие копейки. Вот, например, вот этого красавчика LG Flatron с плоским экраном. Смотрите, какой красавец! Большой! У него даже USB-хаб в задней стороне есть. Вот такого красавчика на 17 дюймов я купил за сколько, как вы думаете? За 100 рублей, причем в комиссионке. Зашел в комиссионный магазин бэушных компьютерных запчастей всяких, и не только запчастей, там всякое говно продают. Смотрю, у них стоит там VGA-монитор, спрашиваю, сколько, мол, стоит такой красавец? Они говорят, 100 рублей забирайте. Ну, я думаю, а что бы не забрать-то? И попробовать его подключить к ретро-приставочкам. Благо, у меня есть конвертер, про который уже было видео. Помните, видео как раз-таки подключения ретро-консолей к VGA-монитору? Ну, только на сей раз у нас мониторчик будет как раз-таки кинескопный, что очень интересно. Конвертер вот такой вот, с Алиэкспресса. Здесь у него входы и VGA-выход. Можно по композиту или по S-видео подключить разные ретро-приставки. Ну, и также компьютер, соответственно, тоже. То бишь, подключаем сначала вот этот вот монитор, берем, да? У него выходит VGA-провод единственный. Подключаем к этому VGA, собственно, боксу наш монитор вот таким образом. Закручиваем эти штучки. Все, сюда, соответственно, можно компьютер уже подключить. Но можно и не подключать, если этот VGA-монитор вы купили только для ретро-консолей. В принципе, к компу его, конечно, можно подключить, но нафиг это надо. Кто станет такой старый монитор подключать к компьютеру? Кому это к черту сдалось? Но, тем не менее, можно это сделать. И сюда уже подключаем консоли. То есть, либо композит, либо S-видео. А звук, соответственно, с консоли выводим на дополнительные какие-либо колоночки. Ну, те же компьютерные колоночки. Вот, более подробно я это рассказывал, как сделать как раз-таки в ролике про VGA-подключение ретро-консолей к VGA-монитору. Так и называлось видео. Но в этом видео, чтобы было более интересно, я сравню этот VGA-монитор и этот способ. Как бы вот такой дешевый, максимально дешевый получается сетап сам монитор 100 рублей. И плюс коробочка 700 рублей, по-моему, она стоит. Ну, я ссылку оставлю на нее в описании. И сравним ее с дорогим сетапом Sony PVM. Замечательнейший профессиональный монитор. Он у меня маленький, на 14 дюймов. Про него был тот же видеоролик отдельный. Там я полностью подробно. Плюс, конечно, Sony PVM в том, что у нас RGB-подключение. В задней части имеется как RGB, так и S-видео, так и композит. Несколько входов. Удобная регулировка яркости, контрастности и всего остального. Максимально четкое, кристально чистое изображение дает этот Sony PVM. Но Sony PVM, поскольку это профессиональная телевизионная техника, то есть на телестудиях в основном использовались, также использовались в медицине эти мониторы. У них очень хорошее качество кинескопа, качество компонентов. Очень хорошо, конечно же, показывают. Но как бы редкие, достать сложно. И стоят, если продаются, допустим, от 4 до 7-8 тысяч рублей. Ну, если такая попроще модель. Есть модель, допустим, Sony PVM 14L5. Вот она стоит уже, например, 15. А 20L5, то есть на 20 дюймов, еще дороже. И еще более редкие. То есть в основном более распространены именно 14-дюймовые Sony PVM. 20-дюймовые уже более редкие и более, соответственно, дорогие. Там 20-дюймовые, там от 10 тысяч и выше. А здесь у нас VGA-монитор можно на помойке найти. Можно просто бесплатно у кого-то забрать. Можно, говорю, сходить по комиссионкам, походить. Глядишь за 100, за 200 рублей. На Авито их, в принципе, полным-полно. Но там цены до 500 рублей тоже. Поэтому можно поискать. И вот такое вот было предисловие. А сейчас подключаем. Значит, что будем подключать? Конечно же, Mega Drive. В данном случае Genesis. С игрушечкой Tiny Tune. На вот этой игрушке проверим. Естественно, у нас в качестве Dendy, нашей любимой, будет выступать AWF Amicom. Дает максимально хорошую, чистую картинку. Ну и, конечно же, PlayStation 2. Она выступит в роли PlayStation 1 и PlayStation 2 игр. Например, подключение все будет, естественно, через композит. Хоть и имеет этот самый PVM возможность RGB. Но мы, чтобы честно сравнивать, все сюда подаю композитный сигнал. У него есть как вход, так и выход. А выход, соответственно, будет идти вот на эту коробочку. И посмотрим разницу, собственно, как все это дело будет работать. Меньше слов, ближе к делу. Подключаемся. Так, ну что, друзья, все, в общем-то, готово. Включаем сначала Sony PVM. Для начала протестируем PlayStation 2 на Resident Evil 4 игре. Так, Sony PVM сейчас нагреется. Так, это включили. Теперь включаем монитор. Видите, они между собой немного на друг друга играют. Поскольку здесь включилась петля размагничивания. Немножко даже повлияло на Sony PVM. И когда они вдвоем стоят, у них немножко трясется изображение. Сейчас он тоже разогреется. И освещение я выключу в софтбокс, чтобы он не засвечивал экраны. Итак, друзья. Вот так выглядит картинка. И сразу видно, что на Sony PVM, ну, во-первых, у него экранчик чуть поменьше. 14 дюймов. Здесь монитор 17. Значит, вот эти вот небольшие полоски сверху и снизу, это, конечно, можно все настроить здесь. Поскольку в настройках монитора есть возможность расширить изображение. Можно, опять же, на VGA-боксе тоже так же прибавить яркость, контрастность на самом вот этой коробочке. Как я и показывал в своем ролике, есть несколько режимов. Вот поярче, по-нормал. Можно светлее, поярче чуть-чуть, яркости добавить, контрастности добавить. На мониторе тоже можно добавить немножко. Но особо, вот, допустим, яркость, она просто картинка бледнее становится. Вот и все. Поэтому где-то 70 ставлю. Контраст, контраст тоже в целом темнее, чуть светлее картинка. Поэтому ставим стандартный контраст 80. Насыщенность цветов на этом мониторе не регулируется. Вот. На Sony PVM, конечно, это можно отрегулировать при желании. Но, в принципе, я поставил более-менее стандартное изображение. И сейчас можете посмотреть сначала картинку Sony PVM. Вот так это все выглядит. Вот это Sony PVM у нас. Вот такое изображение. Четкость чуть получше. Но, в целом, на камеру слабо видно, но на глаз видно, что почетче картинка. И на мониторе она вот такая. Она значительно-значительно бледнее. Бледнее и четкость хуже. На камеру не знаю, как видно, но тут получше. Тут прямо вот максимальная какая-как будто четкость. Здесь такое сглаживание присутствует больше. Вот. В целом, что хочу сказать в целом. Картинка на Sony PVM значительно-значительно мне нравится больше. На мой взгляд, она и четче. То есть, текстуры вот на... Здесь как будто какая-то пелена такая. Вот она и смазывается, и сглаживается изображение. Нету острых градей, острых пикселей. Все очень смазано. Так, приставка у нас решила зависнуть. Немножко света добавил. Вот смотрите. Вот это Sony PVM. И на нем очень прямо черный, хороший черный цвет. А у VGA монитора черного цвета нету вообще. То есть, он прям вообще серый-серый. Изображение на нем чуть-чуть дергается, только из-за того, что Sony PVM рядом стоит. Они немножко влияют друг на друга. Если Sony PVM выключить, этот перестанет дергаться. Но суть в том, что если убавить на нем яркость, то можно, в принципе, добиться того, чтобы у него был нормальный черный цвет. Вот так будет нормальный черный. Но тогда в играх он будет темноватый сильно. Если поставить ему даже уже 54, например, то он уже серый. Все. 54 уже серый, уже не черный. А нормальный режим, чтобы игры были яркие, это 70 где-то. На 70 черного цвета абсолютно нет. Вот, у Sony PVM такой проблемы вообще нет. У него и в меню, во-первых, вот это все максимально, каждая точечка выделена. Прям очень четкая картинка. Так, друзья, в общем, Gran Turismo 2. Sony PVM немного мерцает, потому что 50 Гц игра. Но этот, кстати, не мерцает. Принудительно, видно, в 60 запустилась коробочка, и поэтому не мерцает. Так, в целом, опять же, замечается то, что здесь четче картинка на VGA, более сглаженная в мониторе. И поскольку монитор мерцает в PVM-овский, поэтому просто покажу вам игру на VGA мониторе, как она выглядит на первой PlayStation. В целом выглядит неплохо. Не сказал бы, что плохо. Цвета не такие яркие и насыщенные, белый не такой насыщенный. Но это, опять же, зависит именно конкретно от моего монитора. Можно найти VGA монитор с гораздо более живым кинескопом, и с регулировкой, допустим, цветности, и с лучшим черным цветом, и за те же копейки, в принципе. Просто конкретно мне вот этот LG Flatron, я бы не рекомендовал его к покупке, потому что либо он дико усевший у меня уже в хреновом состоянии, либо он изначально так хреново показывал. Но вот конкретно этот LG Flatron не очень в целом по цветам и по черному цвету. А так вот, в целом, по четкости, импутлага никакого нет, играть можно спокойно. Картинка, в принципе, неплохая в целом. Не Sony PVM, конечно, но нормальная. Итак, поиграем теперь в AV Famicom, она же Dendy. Собственно, опять же, видно, что черный цвет получше у PVM, но это сказал конкретно вот мой монитор, вот так работает. Давайте запустим Super Mario Bros. Потом еще несколько других игр. Так, вот так выглядит начальный экран. Здесь вам, в принципе, даже кажется, что на VGA мониторе получше и поярче она, хотя визуально на глаз, на PVM она ярче, ярче и четче. Просто камера так настроилась, что на VGA она показывает как будто лучше. Немножко искажаются цвета, не такие, как в реальной жизни, на глаз. Ну ладно, ничего страшного. Итак, вот так выглядит игра. Абсолютно отлично, что там, что там. Конечно же, на Sony PVM четче и ярче. Так вот, смотрите. Итак, вот это Sony PVM. И вот это VGA монитор уже. Вот такое качество. В целом, неплохо. Кинескопные мониторы, к сожалению, очень тяжело снимать. По ним бегают вот такие вот полосы на камеру. Но я вам так скажу. В целом, они оба показывают неплохо. Итак, вот смотрите, я нажимаю кнопку. Как видите, импут лага нет. Друзья, запустил черепашек ниндзя. Опять же, цвета чуть получше на Sony PVM. И на PVM очень четкие резкие пиксели мы видим. Вот смотрите, какая картинка здесь. Вот настроилась камера. Вот так выглядит черепашка. И рядом, рядом вот так. Вот так вот все это выглядит. Цвета, какие на камере, такие они и в жизни. Здесь камера не врет в этой игре. Давайте немного поиграю. Опять же, никакого импут лага абсолютно нет. Не там, не там, естественно. Так, друзья. И самый главный вопрос. Будет ли работать цветовой пистолет? Я сейчас подключил NES американскую Style Cartridge с Duck Hunt. И посмотрим, будет ли работать цветовой пистолет через вот этот конвертер на VGA-мониторе. Сначала протестируем на Sony PVM. А потом на VGA-мониторе. Ну, давайте пробовать. Так, убилась уточка. NES запер работать на Sony PVM. Тоже работает. Выключаем Sony PVM для полного теста, чтобы ничто не мешало. К сожалению, видно, какой-то импут лаг все-таки есть. Ну, или от того, что, опять же, допустим, на 100-герцовых телевизорах хинескопных тоже NES запер может не работать. И, соответственно, на VGA-мониторе он не работает. Потому что импут лагов, в принципе, по ощущениям вообще никакого нет. Но, тем не менее, запер не фигачит. Так что, вот такие дела. Так, ну что ж, все. Осталось Sega Mega Drive. Выключаем свет и смотрим. Так, ну здесь, к сожалению, вот эта темная полоса я никак не могу сделать так, чтобы камера ее не создавала. Говорю, потому что все-таки есть свои сложности съемки кинескопных мониторов. Это вам не ЖК снимать, с которыми нету проблем при съемке. А так, в целом, в принципе, ситуация аналогичная. То есть, точно так же VGA, в принципе, более блеклые цвета такие, ненасыщенные. И не такой резкий и четкий, как PVM. Вот. Импут лага, опять же, по ощущениям никакого нет. Играть можно спокойно. Опять же, насчет цветов, это, говорю, это особенности конкретно моего монитора. В принципе, вдруг вам может попасться нормальность с нормальными цветами. Это вполне возможно. Конечно же, такой четкости и вот этих вот четких пикселей не будет, как на PVM. Во-первых, потому что у VGA монитора все-таки разрешение высокое. 1280 на 1024, как минимум, у этого, а у PVM, соответственно, стандартная телевизионная, у моего конкретно. Вот. Поэтому в любом случае у него будет такая зернистость картинки, а у VGA будет все сглаженное. У VGA мониторчика. Тем не менее. Вот как-то так. Давайте приближу. Так, VGA сначала. Вот это вот картиночка с VGA монитора. Давайте еще ближе. Вот как-то так оно все выглядит. Я играю через окошко камеры, поэтому, если лажаю, не обращайте внимания. Просто через окошечко видеокамеры, через ее экранчик, играть не очень-то удобно. Но я это делаю для того, чтобы точно понимать, что снимает камера. И на этом, собственно, друзья, все. Что я могу сказать? Вполне себе работоспособный способ. Картинка, конечно, ну, конкретно вот на этом флетроне вообще не весь какая. Паршивая, если честно, особенно на глаз. Может, на камеру она и не показалась особо паршивой. Но на глаз она паршивая, я так скажу. Говенная. Откровенно говененькая, такая смазанная, мыльная, нечеткая цвета. Вообще говно, как бы я их не настраивал. Но это, может, кинескоп севший. А так вот в целом на другом кинескопном мониторе будет более или менее. Однозначно, конечно, Sony PVM тут суперлидер. Потому что, извините меня, он стоит дорого. И это профессиональный монитор. Но в целом, очень порадовало отсутствие полностью input lag. Как минимум, я его не заметил, конечно же. И играть можно. Играть можно. Особенно вот именно вот что-то типа ретро. Там той же NES, SEGA. Вполне себе. Как бы. Так что, если есть у вас желание, то можете как минимум попробовать вот такой вот способ игры. Ну и что ж, друзья. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки, если вам было это видео полезно и интересно. Подписывайтесь на канал, если здесь впервые. А я же с вами прощаюсь. До скорых встреч и удачи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.